Прямой эфир Прямой эфир Прямой эфир Но есть условия Стоимость квартиры должна быть не больше 6 миллионов рублей И первоначальный взнос 15% При этом квартиру нужно обязательно покупать в новостройке Естественно растут в цене новостройки Потому что повышается на них спрос И они тянут за собой вторичный рынок Сегодня спрашиваем у вас Как вы думаете, с чем связан такой рост И следите ли вы вообще за ценами на квартиры Звоните нам по телефону 200 00 65 Я думаю, вы его уже знаете Всем напишите во всех мессенджерах или по номеру телефона 8 933 320 75 45. Чуть позже зачитаем все ваши сообщения. Ну, конечно, в первую очередь хочется пообщаться с вами живьем и дать вам возможность высказаться на эту тему. Просим максимально цензурно, понимаем, что эти цифры вообще вызывают такое жуткость. Да, описывать их эпитетами. Будем сегодня стараться это делать, но все в пределах нормы русского языка. Звоните 200-00-65, и знаешь, мы с тобой говорим, там аналитики подсчитали, посмотрели, там статисты, еще кто-то. Но на самом деле этот рост заметили даже те люди, которые никак рынок не изучают, когда одна и та же квартира у тебя на глазах просто как на дрожжах. Мы вот с коллегами недавно тоже обсуждали, одна и та же квартира, которая год назад, там такая комфортная, трехкомнатная, стоила 5300, сейчас она стоит 6700. То есть полтора миллиона рублей почти? Полтора миллиона живых рублей, настоящих за один год, это та же самая квартира, с ней ничего за этот год не случилось, и такой рост цен. Если посмотреть даже за один квадратный метр, сейчас 77700 рублей, год назад 59500 рублей. Ну какие-то несопоставимые цифры, и это опять же Красноярск, это не Москва, это не Санкт-Петербург, это не Сочи, где тоже с ценами на недвижимость все сложно. Это Красноярск, и это реальные цифры. Они удивляют прежде всего. Они очень большие, мне кажется, для нашего города и для зарплат наших людей, потому что сейчас, если раньше не все могли позволить себе купить квартиру просто накопив, без ипотеки, то сейчас таких людей, мне кажется, стало еще меньше. И при этом под ипотеку, под льготную тоже успеют не все, потому что просто новостройки закончатся. Конечно, спрос здесь превысит предложение на этом рынке, и тоже ничего хорошего, понятно, от этого не будет. Ну и тоже смотришь на всю эту ситуацию, с одной стороны, читаешь мнение экспертов, аналитиков, вот как ты говоришь, и ставка, и ипотека, и программа, все это влияет и складывается. Но с другой стороны, может ли совокупность этих факторов дать такой рост? Это же все тоже должно быть соизмеримо. Я думаю, что, наверное, многие эксперты будут говорить, что здесь и пандемия сыграла свою роль, потому что так или иначе, все равно, вероятно, застройщики пытались как-то компенсировать то, что они упустили в то время, пока никто не мог себе ничего позволить купить, а зато потом, когда у нас стала более-менее оттепель устанавливаться в стране, все стали срочно покупать квартиры, и вот видим то, что видим. Не обойтись, конечно, нам в этой теме без эксперта, пока вы продолжаете звонить, 200-00-65, и вы продолжаете подключаться к эфиру. Это уже сделал эксперт Константин Попов, генеральный директор компании «Ревернедвижимость». Здравствуйте, мы вас приветствуем этим вечером. Здравствуйте. Здравствуйте. Но все-таки ваше мнение, как эксперта рынка, такой рост цен, он действительно соизмерим всей совокупности факторов, которые к нему привели, или здесь есть какой-то перекос? Ну, знаете, вообще тот рост цен, который мы наблюдали, а мы его наблюдали, на самом деле, всего лишь 4 месяца, это вообще какой-то нонсенс. И я считаю, что вот эта льготная ипотека, которая так повлияла, она и дала вот этот рост. То есть, в принципе, у нас за всю деятельность мою на рынке недвижимости, у нас были такие периоды роста. Но чтобы так быстро, так активно, то, наверное, это первый раз. Ну, если даже эксперт рынка называет это нонсенс, это уже действительно озадачивает всех остальных. А есть ли шанс того, что после какого-то периода времени цены откатятся назад? У нас же обычно так не бывает никогда. Ну, нет, 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 бывает, бывает. И после повышения цен, если вы помните, и в 2008 году, и в 2014 году у нас были такие моменты, они постоянно откатываются назад. То есть, такие как бы волны, они обязательно есть. Они просто переходят, рынок переходит через определенные условия, то есть, потеря у покупателей интереса к недвижимости по такой дорогой цене, потеря предложений у продавцов, и продавцы потихонечку начинают снижать. То есть, к сожалению, идет через стагнацию на рынке недвижимости. Вот вы говорите, что у нас был очень большой рост за 4 месяца. Вот есть какие-то конкретные примеры? Например, сколько в 2019 году стоила какая-нибудь однушка в Красноярске? Сколько она стоит сейчас? И в каком районе у нас самые дорогие квартиры? Ну, говоря о том, в каком районе самые дорогие, у нас традиционно самый дорогой район, конечно, это центральный район, академгородок. Ну, такие, они традиционные, не всегда. Ну, вот, например, если говорить о каких-то примерах, то, например, однокомнатная квартира новой планировки, например, в Октябрьском районе, там, на Крапченко, которая стоила 2 миллиона 600 тысяч год назад, в марте того года, ну, вот сейчас продается там 3 200, 3 400, например, да. Двухкомнатная хрущевка в центре, которая стоила, красная цена, как называется, ей было 2 250, одну продали за 2 600, другую за 2 800. Вот вам, пожалуйста, рост цен. Четырехкомнатная на свободном, которая выставлена была полтора года назад за 7 миллионов, и когда она стоила сама там 5,5 миллионов, ну, разница, представляете, какая. Вот продали сейчас как раз за 7 400, ну, то есть, как бы, 5 500 и 7 400, вот вам такая разница. То есть, очень, конечно же, квартиры не все одинаково подорожали в процентном выражении, не все одинаково. Кто-то на 10 процентов, какая-то 20, ну, вот и до 30 процентов мы доходим. То есть, они, соответственно, и зависят из-за качества. Дальше, например, если сказать, например, там, однокомнатная на предмостной площади стоимостью, там, миллион 700, сейчас мы продали за 2,5 миллиона, и продали за 3 дня, как только мы ее выставили. Есть такие даже экстремальные цены, например, двухкомнатная хрущевка на спутнике в 45 квадратных метрах, которая стоила в марте 2 100, 2 миллиона 100 тысяч, продана нами за 3 100. Ну, то есть, плюс миллион. И самое главное, мы даже сами сидим и между собой разговариваем, вот кому нужно было переплатить целый миллион, чтобы вот эту квартиру купить, понимаете? Но в таком случае к вам вопрос, можно ли было это предотвратить на уровне госрегулятора, на уровне каких-то деталей в той же льготной ипотеке. Ну, я понимаю, что, наверное, вам это и не выгодно, но, тем не менее, существует ли такой механизм в природе, который мог это все сгладить, ну, чтобы не на миллион рублей? Ну, вот я вам скажу так. Во-первых, глубоко ошибайтесь. Нам не выгоден вешеный рост, так как и не выгоден падение любое. Нам выгоден нормальный, взвешенный, спокойный рынок, когда можно работать, люди не боятся, спокойно продают свои квартиры, спокойно покупают. Это точно, я вам хочу сказать, от всех специалистов на рынке недвиженности. Во-вторых, если государство предложило ипотеку в таком вот виде, то есть такая процентная ставка, которую люди, я бы на таком, выпучим глаза, бегают по рынку, сметают, все это, очевидно, будет приводить к росту цен. Очевидно. То есть спрос рождает предложение. И если покупатель, знаете, называется, выставляет свой объект на продажу и видит 20 предложений о покупке его квартиры, он первым делом будет поднимать цену на свою квартиру. Ну, конечно, да. Это было ожидаемо, очевидно. Нет, нам не ожидаемо. Мы не ожидали, что будет льготная ипотека вот такая, но эффект от нее очень ожидаем. Но в таком случае вы сейчас рекомендуете успеть воспользоваться той же льготной ипотекой и успеть еще забрать то, что не забрали остальные, или пока на паузе? Вот смотрите, на наш взгляд, что подобные цены, вот смотрите, цены росли 4 месяца. Если быть конкретным, это был август, сентябрь, октябрь, последний месяц, ноябрь. Уже в декабре мы не фиксировали рост цен. На сегодняшний день уже, вот смотрите, декабрь, январь, февраль, март уже заканчивается, еще 4 месяца, цены уже не растут, они остановились. И ожидание наше все-таки будет такое, что цены будут снижаться. Уже даже поговорили, но подождите где-то сентября, и все будет устаканиваться. На сегодняшний день покупатели, которые выходят на рынок, уже предлагают дисконт к той цене, которую предлагает продавец, на 200, 300, 500 тысяч рублей. И те покупатели, которые соглашаются на эти цены, я хочу сказать, это умные, ой, извините, продавцы, это умные продавцы, которые соглашаются на эти цены, потому что они понимают, что цены сейчас будут двигаться вниз. И тот покупатель, который сейчас есть, его нужно не упускать. У нас есть много замечательных кейсов, когда люди там предлагали квартиру за 3200, предложение было за 3200, у нас были покупатели, там предлагали 2 900, 2 950, 3 0 50, 3 100, 3 150, вот прям вот буквально это разные покупатели. 3 150, продавец поступил традиционно, как поступает продавец. Вместо 3 200 он сказал 3 300. Ну то есть есть спрос, поднял цену. На сегодняшний день этот продавец готов отдать за 350, а она уже не стоит 350, уже не предлагает. Если будет предложение в 3 миллиона, нужно уже на него соглашаться, потому что дальше, возможно, будет тоже еще меньше. Спасибо большое за эту информацию. Такое ощущение, что мы сейчас просто заглянули в эту тайную, интересную часть рынка недвижимости благодаря Константину Попову. Спасибо вам большое за это. Ну и, конечно, мы призываем вас прямо сейчас присоединиться к этому разговору. 200-00-65, наш номер телефона. Как вам такая ситуация на рынке? Должно быть вообще такое в стране, чтобы раз, и одна квартира выросла на миллион. Нужно ли в этом плане какое-то регулирование цен? Или же наоборот, ну вот государство, хорошую вроде вещь сделали, да, льготная ипотека, и ладно, значит, с них взятки гладкие. Что вы думаете, очень интересна позиция, возможность тех людей, которые сейчас в поиске недвижимости, либо в планировании ипотеки тоже. Вот ипотека, кстати, сложная проблема. Конечно, льготная это хорошо, но вот сегодня в Европе тоже мы сравнивали. Там, в принципе, льготной ипотеке, наверное, даже не нужно. Она, в принципе, там льготная. Сегодня связывалась я с жителем Австрии, он живет в Вене, его зовут Илья Баскаков. И вот он рассказал, что цены на Европе, на жилье в Европе, они, в принципе, доступнее, они не растут по несколько лет, и многие жители не боятся брать квартиры в ипотеку, потому что она держится на уровне 3%, это достаточно фиксированная ставка, она тоже не меняется несколько лет. В некоторых странах Европы, например, в Испании, можно встретить ставку и 1,75% годовых. Конечно, это не сравнится с российскими ставками по ипотеке. И там еще и уровень средней зарплаты, конечно, другой, и поэтому многие жители могут себе позволить взять ипотеку на 10-20 лет, спокойно ее платить, это не будет ударять по семейному бюджету. Давайте послушаем, что рассказал нам Илья. Покупка, ситуация, что в Вене, что в Австрии, она примерно одинакова. В Австрии такая интересная штука, что квартиры в Вене стоят чуть-чуть дороже, чем квартиры в других крупных городах Австрии, типа Линц, Грац. В Зальцбурге цены, наверное, как в Вене, в Инсбруке там цены выше, ну, в зависимости от региона. Примерно, если смотреть, однокомнатную квартиру можно приобрести, ну, где-то в хорошем месте, в транспортной доступности рядом с метро, начиная от 120 тысяч евро. В корреляции с зарплатами, ну, зарплаты, наверное, здесь примерно от 2 тысяч начинаются. Понятно, что есть люди, которые получают и меньше, от полутора тысяч, но 2 тысячи – это плюс 2 тысячи евро, плюс-минус нормальная зарплата, но 2 тысячи и больше. Это мы говорим про, если говорить про однокомнатную квартиру. Понятно, что можно найти и подешевле, но и районы будут похуже, и транспортно они будут не так хорошо, хотя с транспортом в Вене проблем нет. Ну, насколько я помню, проценты варьируются где-то в районе 3%, ну, вверх-вниз. Ипотечная ставка. Ипотеку люди берут, потому что здесь достаточно стабильная жизнь в плане работы, в плане кредитов, поэтому ипотекой люди пользуются. Ну, насколько часто, там, сказать не могу. Я пока еще ипотеку не брал, но здесь это доступно. Это доступно, потому что ты не переплачиваешь огромные проценты. Ну, отдаешь, ну, там, 3%. В принципе, это можно потянуть. Я не могу сказать, что я постоянно рынок мониторю, потому что мне не так сильно актуально. Я периодически просматриваю для интереса, ну, просто, чтобы понимать какие цены. Я роста не увидел. Вот я четвертый год живу в Австрии, и, в принципе, вот так раз в год, когда я захожу смотреть, примерно цены на одном уровне. Как были, так и есть. Увидели, позавидовали, что называется. И прямо сейчас обсудим все это вместе с нашим телезрителем, который успел дозвониться. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Светлана Николаевна. Здравствуйте. Знаете, девочки, мне вот квартира вообще не светит. Я живу в общежитии, приехала сюда в 80-м году, на завод, думала, на очереди стояла, на квартиру. И когда завод распался, и все мы остались не у дел. У меня сын прописан у меня со своей семьей, но снимает квартиру. Вот я надеюсь, может, он себе приобретет. Ну, под такими темпами роста я сомневаюсь. Но они вообще-то экономные. У них есть материнский капитал, двое детей. Может, что и получится. А я буду уже помирать в общежитии. А как вы оцениваете, вот с учетом вашего жизненного опыта и опыта детей, как вы оцениваете доступность жилья в России? Насколько у нас реально? Ой, недоступна. Вот я сирота, да, круглая. И мне опека моя, когда я уходила на завод, не сказала мне никакие права у меня, что я могла учиться за счет государства, что я могла стать в министерстве образования на очередь, на квартиру. А я думала, только детдомовским дают. А я-то не детдомовская. А в 10-м классе у меня и бабушка умерла. Я полгода вообще одна жила. Кончала 10 классов в поселке. И вот, а когда хватилось, а мне сказали, до 3-х лет надо было встать на очередь. А мне никто не озвучил мои права. Да то сейчас сироты наши, все права, все знают. Даже при живых родителей сироты. И все они права знают, что положена квартира. Услышали вашу историю. Спасибо, Ансана Николаевна, за ваше мнение. Ну вот опять же история про то, что нету даже у молодой семьи с детьми сейчас возможности раз и оказаться в своем жилье, а суммы за ту же аренду мы тоже с вами понимаем какие. Что вы думаете о происходящем на рынке недвижимости? Считаете ли вы эти цены адекватными, в том числе для Красноярска? И как можете прокомментировать рост на 31% за один год? Звоните прямо сейчас, 200-00-65, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и дадим вам возможность высказаться. Прямой эфир Вы смотрите программу «Прямой эфир» и сегодня не просто так у нас. Это по сути даже обращение. Дорогие квартиры, пожалуйста, перестаньте быть такими дорогими. В Красноярске за год цены выросли на 30%. И кажется, это просто цифра, но в пересчете на стоимость красноярских квартир это миллионы рублей за вполне себе казалось бы эконом-жилье. Но у меня уже даже язык не поворачивается его так называть. Что вы думаете о происходящем на рынке недвижимости? Понимаете вы эти темы? Можете себе объяснить вообще ту цену, которая ставится за какую-то недвижимость? Звоните 200-00-65, будем обсуждать. Ну и, конечно, сравнивать с тем, что есть в мировой практике, с соседними государствами, с далекими государствами. Пытаться понять, почему у нас такая дикая ставка по ипотеке, а льготная программа по ипотеке приводит к тому, что квартиры все равно дорожают. Вот это вообще отдельный каламбур. Сегодня, да, я подготовила аналитику. Если не брать в расчет ипотеку, брать в расчет, допустим, что какой-то гражданин России, Европы, я взяла страну Италию и Америки, решит купить себе квартиру, самостоятельно накопив на нее. Сколько на это потребуется? Вот какие получились цифры. В Красноярске у нас возьмем реальную зарплату, которую мы видим, наверное, в расчетках многие, а не то, что мы видим в отчетах власти. Она держится на уровне 30 тысяч рублей. Если откладывать каждый месяц половину на квартиру, это 15 тысяч рублей, то чтобы накопить на однокомнатную, понадобится 14 лет. Сейчас вот цены, как мы уже говорили, держатся на уровне 2,5 миллионов рублей за однушки. Это такие очень общие подсчеты, но они вот сейчас нам помогут с вами понять все равно некоторую такую среднюю температуру. Арифметику, да. В Италии также возьмем не конкретный город, возьмем совокупность маленьких городов, расположенных неподалеку друг от друга, но это тоже провинция, как, например, Красноярск в России. И стоимость однушки там в среднем на уровне 50 тысяч евро держится. Средняя зарплата в Италии 2 тысячи евро в месяц. И если также откладывать каждый месяц половину зарплаты, то есть около тысячи евро, то копить на квартиру средний итальянец будет около 5 лет. Это все тоже примерные расчеты. И возьмем еще для примера Америку, также не будем брать крупные города, вроде Нью-Йорка или Вашингтона, там цены на квартиры, конечно, значительно выше. Возьмем город Фейтвилл в штате Арканзас. Предложений там немного на однокомнатные квартиры, но тем не менее из тех, что есть, можно сделать вывод, что они стоят в районе 80-90 тысяч долларов. Средняя зарплата в этом городе 3,5 тысячи долларов, половина от этой суммы 1750 долларов. Итого на однушку житель этого американского городка накопит за 4 года. Мы здесь не претендуем на какую-то статистическую четкость или точность. Это очень примерные и очень такие образные подсчеты. Но даже такой подсчет, он дает нам понимание порядка цен и того соотношения, которое есть между доходом человека и стоимостью жилья. Ладно, пускай у нас бы были дорогие квартиры, но мы при этом бы зарабатывали в 3 раза больше, хотя бы в среднем. Ты правильно говоришь с оговоркой, что это реальная средняя зарплата 30 тысяч? У нас очень много тех, кто получает 20 и меньше, причем это люди востребованных, важных социальных профессий. Есть 40 и мало тех, у кого больше 40. Это действительно реальная цифра наша, 30 тысяч рублей. И вот при таком подходе получается нам копить в 3 раза дольше, чем жителю Италии или Америки. Как-то обидно. При этом в Италии, вот как уже сегодня мы говорили с Ильей из Вены, квартиры стоят на самом деле подешевле, чем, например, в других городах Европы, в других странах. Есть еще одна обидная часть, это вот та стабильность, про которую уже говорил иностранец в нашем эфире. Он будет копить 4-5 лет и накопит эту сумму. А в России, пока ты будешь 4-5 лет или 14, как показано, ты за эти 14 лет реально накопишь, но квартира вырастет в цене в 2 раза за это время. У нас вот этой стабильности не хватает, к сожалению. У нас не хватает стабильности зарплаты и хотелось бы стабильного роста зарплат. Тогда, возможно, и сроки бы сокращались, и квартиры бы, может быть, не так кусались своими ценами. У нас есть стабильный рост, но не зарплата. Ты к этому оцену в магазинах. Ну, конечно, мы к этому вопросу дальше переходим, к денежному, финансовому, и в том числе с экспертом будем общаться на эту тему и пытаться немножко глубже понять те процессы, которые происходят на рынке недвижимости. К нашему эфиру подключается эксперт, аналитик, финансист Дмитрий Зотов. И мы вас приветствуем. Слышите ли вы нас? Пока Дмитрий еще дозванивается. Далековато он у нас. Далековато, но тем не менее мы ждем Дмитрия. Я думаю, что он в ближайшее время присоединится, ответит на наши вопросы. У тебя в этой теме что больше всего удивляет? То, что квартира именно в Красноярске так дорого стоит, а не в Москве? Или сам рост цен? Цены на квартиры в Москве меня удивляют уже последние много-много лет, потому что я считаю, что это самое неразумное покупать там квартиру, если это единственное твое жилье, потому что они там нереально дорогие. Что касается Красноярска, конечно, меня расстраивает то, что они так растут. И меня больше всего расстраивает, что они становятся вообще недоступными. Да, и для большинства семей. Меня больше еще расстраивает, когда ты начинаешь смотреть ставки по ипотеке, которые есть в других государствах. Смотришь Японию, у них какой-то 0,1%. Смотришь Францию, 1,23%. В Великобритании тоже от 1,5% до 2,5%. Это повсеместная практика, это не одна какая-то страна, с которой мы привыкли себя сравнивать. Швеция 2,5-3%. 3,2% это максимум, который есть по ипотеке. Я вот сегодня смотрела тоже один пример. В 2016 году в Дании, например, вообще выдали кредит с отрицательной ставкой. Там она была, правда, 0,562. Но это все равно это мечта, тебе еще и доплачивают. Да, банк просто доплачивал заемщику за пользование капиталом. Итак, у нас есть связь, подсказывает нам с Дмитрием Зотовым, экономистом, финансовым аналитиком. Здравствуйте. Дмитрий, ну к вам большой вопрос, просьба. Нам таким вот понятным языком, нам, нашим зрителям, объяснить, как связаны вот эти все вещи, ставка, льготная ипотека. Почему в итоге мы увидим дорожание на 31 колоссальный процент? Как это связано? Почему? Ну, на подорожание цен на недвижимость наложилось два фактора. Первый – это, безусловно, низкая ставка. И сейчас я объясню, в чем основная здесь суть. Например, я лично брал ипотеку в далеком 2011 году. Тогда у меня ставка была 12%. В прошлом году, когда появилась льготная ипотека, и кроме льготной ипотеки еще и ставка ключевая Центрального банка снизилась до минимальных значений в истории, 4,25 она составляла. Естественно, что банки получили возможность выдавать стандартную ипотеку уже под 8-9%, а льготная ипотека, я знаю людей, которые получили ипотеку под 6% годовых. В этой связи, вот если бы я сейчас брал ипотеку, но, слава богу, закрыл уже достаточно давно, конечно, я бы с удовольствием ее взял, потому что это очень дешевые ресурсы. И это позволяет мне сейчас реализовать свое желание купить недвижимость под 10-12% годовых. Это было бы существенно дороже. Естественно, ежемесячный платеж был бы гораздо выше. Вот этот момент спровоцировал людей взять ипотеку и пойти покупать жилье. Кто-то расширялся, продавал старую квартиру, кто-то покупал себе новое жилье. Но, по крайней мере, когда мы увидели исторически низкие ставки под 6-7% годовых, может быть, даже под 5 кто-то брал, я просто таких людей не знаю, это позволило снизить существенно свой ежемесячный платеж, быть комфортным по отношению к этому платежу, не тратить сильно много на жилье и при этом получить собственные квадратные метры в собственность. Это, безусловно, фактор, который подтолкнул рост цен на недвижимость. Второй момент – это то, что после ковида, после того, как включился локдаун, многие строители приостановили стройку как таковую, то есть снизили, наоборот, объемы строительства. Это связано с устроителей. Сейчас уже мы понимаем задним числом, что их, наоборот, нужно было наращивать. И потом уже, позже, включились в эту гонку все строительные компании, но, тем не менее, появился определенный лаг, когда количество жилья было недостаточно и не поспевало за спросом. Поэтому, когда появился взрывной спрос на фоне ипотеки, низкой ипотеки, все ринулись покупать недвижимость, и от этого мы увидели существенный рост цен на недвижимость. То есть два фактора, которые привели к такому сильному скачку. Вот по этому описанию ничего экстраординарного не произошло. Рыночная ситуация, спрос выше, цены подросли, все нормально. Но в этой ситуации такой игрок, все равно рынка, существующий как государство, могло как-то повлиять на это, сдержать, по-другому выставить ту же льготную ипотеку с другими условиями, чтобы не так сильно качнуло рынок? Я думаю, нет. Для государства скорее стоит задача обеспечивать темпы роста экономики. Я вам хочу сказать, что льготная ипотека сделала свое дело так или иначе. Темпы роста строительства стали существенно выше. То, что цены выросли на 30%, а в некоторых городах, в Москве они поднялись, допустим, не так сильно в среднем за год, хотя на новостройке они тоже существенно подорожали, там плюс 20-30% они сделали. Но в Сочи, например, близлежащий город к Краснодару, там цены за прошлый год поднялись на 200%. То есть в некоторых случаях это был прям перебор. Естественно, что государство отрегулировать в обратную сторону цену уже не может. Это связано с потребительским бумом и потребительским спросом. Если раньше, например, в каком-нибудь отдельно взятом городе строили миллион квадратных метров, то с учетом ковида стали строить 800 тысяч квадратных метров, а спрос с миллиона квадратных метров вырос до полутора миллионов квадратных метров, вот здесь мы и получаем существенный рост цены на 30%. Постепенно эта ситуация успокоится, тем более, что Центральный банк начал поднимать ставку с пятницы. И это говорит о том, что, скорее всего, этот рынок будет потихонечку остужаться. Плюс самому правительству уже сообщило предварительно о том, что, скорее всего, 2021 год это будет последний год для льготной ипотеки. Ну вот мы сегодня тоже много говорим про опыт зарубежных стран в этих вопросах. Может быть, вы знаете, есть какие-то примеры в Европе, где тоже, может быть, были какие-то программы льготной ипотеки, и как там регулировали, был ли там такой спрос, был ли там такой рост цен на квартиры? Есть у нас небольшие проблемы со связью. То есть, алло, слышно меня? Да, 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 сейчас слышим. В Европе, например, и в США основной рост цен обеспечили инвестиционные деньги. Дело в том, что после того, как произошел локдаун, и правительство начало массово печатать денежные средства, в России такого массового печатания просто не было, мы увидели, что те денежные средства, которые раздавались, по сути, населению, инвесторам, банкам, они начали искать возможности для инвестирования. И поэтому начало расти все. Золото начало расти, биткоин начало расти, акции начали расти. Естественно, недвижимость не осталась в стороне. И мы увидели, как, например, в США цены на недвижимость, если брать обычное жилье, они подорожали год к году порядка 10%. В Европе этот рост цен составил 5-10% годовых. То есть тоже для Европы, для США это достаточно существенная величина. Пока еще нельзя сказать, что это отразилось на коммерческой недвижимости. Коммерческие, наоборот, чувствуют себя не очень хорошо. И, в частности, я знаю один из проектов на Тайм-сквер, «Небоскреб», который во время локдауна, естественно, там исчезло просто население, которое ходило в магазины и в развлекательные центры, там цены на недвижимость подешевели на 50%. Спасибо большое. Это касается отдельных объектов в отдельных локациях. Услышали вас? Спасибо. Если посмотреть, то цены, да, они тоже вросли. Такой аналитический взгляд на ситуацию от Дмитрия Азотова. Не знаю, в завершении сказать, что если вам не хватает на двушку в Красноярске, приобретите пентхаус в Нью-Йорке. Возможно, в какие-то моменты это будет выгоднее. Вопрос только с приездом может возникнуть. Ну, в какой-то перспективе все равно будем надеяться, границы откроются или нет. Действительно, очень важные моменты мы сегодня слышим от наших экспертов и аналитиков. Вот такое закулисье. Единственное, мне кажется, никто сейчас не сможет дать ответ на вопрос, а насколько вот это успокоение рынка, про которое мы уже несколько раз сказали, вот этот откат, насколько он произойдет. И сколько это времени займет. И сколько времени займет, действительно. Потому что, вот как мы тоже вспомним, мы сегодня вспоминали наши эксперты, как это было раньше, это могло занимать и год, и два, и три. То есть, может быть, только в 2023-м, в 2024-м, как раз аккурат к выборам президента России, цены на квартиры снизятся. Ну, опять же, вряд ли на 31%. Но таких откатов в ноль не бывает. Все равно, даже если мы видим какой-то отход назад, как в 2008 году, как в следующих тоже моментах, он все равно не абсолютный. И все равно какой-то прирост, он остается. И здесь, опять же, у многих людей отлетает возможность накопить. Это просто становится нереально. Остается один вариант, это ипотека. Вопрос только, что будет со ставками в будущем. Пока он остается открытым. Сейчас, насколько я знаю, даже если брать нельготную ипотеку, ставки держатся на уровне 7-8%, что тоже лучше, чем было, как рассказывал Дмитрий в 2011 году, 12% годовых, но, тем не менее, они тоже могут вырасти. Сейчас, тем более, стали поднимать у нас, как сказали эксперты, Центробанк ключевую ставку. Это тоже будет, конечно, влиять и на ипотеку. А нельзя не брать во внимание, что у многих семей просто нет возможности ждать, потому что семьи растут, дети рождаются. И так или иначе, если вы оказались в ситуации необходимости квартиры, вряд ли у вас есть возможность 4-5 лет подождать, пока успокоится рынок. Можете поделиться своим опытом, своей историей, прямо сейчас, позвонив по телефону 200-00-65, рассказать о вашем поиске квартиры. Может быть, какой-то из вариантов, которые вы присмотрели, тоже изменился в цене. И вдруг это будет какой-то вариант, который изменился в меньшую сторону. В том самом рейтинге, который на ЦАНе составили, который и подсчитали изначально, как выросли цены, там был один город, где цены только ушли вниз. Это Челябинск на 6%. Вот куда нужно переезжать, жить. Ну, а нам не привыкать, с нашей экологией мы и не заметим, в принципе, что мы переехали в Челябинск. У нас похожая в этом плане ситуация. Так что продолжайте звонить, и ваши смс-сообщения также присылаются. Но я так понимаю, у нас по смс-сообщениям по этой теме такая картина стабильная. Все пишут о том, что невозможно за одну и ту же квартиру, с разницей в полгода-восемь месяцев, заплатить суммы, с разницей в миллион рублей. Вот я зачитаю тоже сообщение нашего зрителя, которое сейчас у нас пришло от Владимира. Конкретный пример тоже с конкретной квартирой. Он пишет, что это бред какой-то за год квартиры в цене поднялись на миллионы больше, вот как мы сегодня тоже обсуждали с Кадей. Взять, например, по улице Львовской 33А. Львовская 33А – это, если я не ошибаюсь, правый берег Черемушки. Черемушки, это да. В прошлом году квартиры двухкомнатные в этом доме от застройщика продавали за 2,5 миллиона, потом инвесторы перекупили там квартиры, и теперь в этом доме двухкомнатные квартиры стоят 3 900. У людей денег нет столько, чтобы переплачивать, или ждать, чтобы ипотечный процент понизили. А цена на квартиру очень сильно выросла. Вот тоже конкретный пример от конкретного зрителя. Львовская 3900. Квартира подорожала на квартиру. На стоимость еще одной небольшой квартирочки. Есть у нас телефонный звонок от зрителя. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Как вас зовут? Геннадий. Геннадий, вы что думаете, с чем связан такой рост вообще? Что думаете по этому поводу? И оправдан ли этот рост? Я считаю, что не оправдан, что это спекулятивные действия крупных риэлторских компаний, ну, таких как этажи и им подобные. Но ведь рынок вырос сразу весь, здесь даже отдельные компании теоретически не смогли бы. Ну, понятно, что... Понятно, что когда, так сказать, одна квартира повышается в цене, крутят вокруг головы у этого риэлтора, и говорят, что ты с ума сошел. Но когда поднимается блок там в 20-30 процентов, которые, так сказать, курируют вот эти крупные компании, соответственно, и все остальные, так сказать, мелкие, начинают к ним подтягиваться. Почему они должны выпускать выгоду? Геннадий, а по вашим оцентам... Конечно же, было вот это вот постановление правительства о том, чтобы как бы облегчить жизнь населения. А это был просто, так сказать, для них повод, чтобы взлететь цены. Геннадий, по вашим оценкам, какой порядок цен для Красноярска действительно адекватен? Какие мы должны ценники видеть на этом рынке? Ну, я считаю, что он должен быть привязан действительно к зарплате. Средний там или как-то, так сказать, выведенный. И, естественно, должен быть регулятор со стороны государства. Как, так сказать, эта цена регулируется у нас сейчас. Все министерства курируют различные, так сказать, продукты, товары. Так и здесь, я думаю, министерство строительства должно, так сказать, взять на себя эти обязанности. Просто федеральная антивонопольная служба вообще, так сказать, не шевелится, пока к ней, так сказать, не придешь, и, так сказать, носом не отыщешь. Спасибо. Спасибо вам, Геннадий, за ваше мнение. Ну, услышали вашу позицию. Один вопрос только, что тогда может случиться с рынком, если такой регулятор там появится и нарегулирует, как это у нас часто бывает. Ну, я думаю, что вот то, что есть уже сейчас, никак не отрегулировать обратно. Обратно оно точно не откатится существенно, и на тот же пункт об этом говорят многие. Что говорите по этой теме вы, мы тоже хотим услышать. 200-00-65, наш номер телефона. У вас еще есть возможность успеть высказаться, если дозвониться прямо сейчас. Прямой эфир продолжается, и нашу тему вы сейчас прямо видите. И мне кажется, можно, если посмотреть на те цифры, которые мы увидели за последние пару месяцев, даже увидеть цифру роста за время нашего эфира. Насколько подросли цены на квартиры в Красноярске. Рост колоссальный. Только лишь за последний месяц это 8% и это сотни тысяч рублей в пересчете на реальные деньги, реальной стоимости квартир. Что об этом думают сами красноярцы, мы сейчас узнаем. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Говорите. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Павел. Павел, вы что думаете по этой теме? Следите вообще за ценами на квартиры? Ну, периодически, конечно, слежу. И как вам то, что вы видите? Ну, это просто неадекватная, конечно, ситуация, что происходит. Почему? Как думаете, с чем это связано? Ну, потому что регулятора нет, который бы адекватно проводил по голове бы палкой вот этим всем рыночникам нашим. Но регулятор предложил льготную ипотеку, сделал уже доброе дело. Смотрите, смотрите, как это все происходит. Смотрите, смотрите, как это все происходит. То есть цена поднялась, допустим, на железо вот недавно. Это на все сказалось, в том числе норматурные изделия тоже в строительстве. Как-то государство нас это отрегулировало? Нет, никак. Может быть, у нас государство как-то отрегулировало цены? Как-то это привязано, может быть, у нас к средней зарплате в регионе? Может быть, как-то еще у нас идет регуляция государства? Нет. Не наблюдается вообще. То есть регулировать нужно не столько цены на сами квартиры, сколько общий уровень цен и соотношение этих цен за благосостояние. Общий рост цен, наверное. Да, не только это. Надо вообще изменять систему полностью. То есть тот контрреволюционный переворот, который произошел в 1991 году у нас, он не был в интересах граждан, большинства граждан. То есть мы видим именно то, за что боролись ребята в 90-е годы. Они не ради этого кровь проливали, понимаете? Спасибо вам, Павел, за ваше мнение. Да, как-то так... Грустно очень закончили. Не оптимистично, скажем так. Но действительно, оптимизма мало. И что удивительно, в этой истории мы несколько раз сегодня за эфир услышали призыв, что нам в этой теме нужно государство. Обычно сейчас, как не посмотришь на последние законодательные инициативы, лучше к нам не подходить и не трогайте нас. А в этой теме действительно для меня открытие, что какую-то руку государства в этом плане хотят увидеть. Причем непонятно какую. Рост цен они уже, очевидно, не отрегулируют. Вопрос только, чтобы сдерживать его и не допускать нового. Или заниматься ростом благосостояния населения, чтобы для человека это не было таким ударом. И не перечеркивало в случае какой-нибудь семьи вообще возможность купить. В этом у нас, к сожалению, успехов мы не наблюдаем. Много раз говорим про то, что у нас растут цены и на квартиры, и на продукты, и на бензин, и на все-все-все, и на товары, и на услуги различные. Но, к сожалению, не растут вслед за этим зарплаты. И нет той самой стабильности, которую нам очень часто продают федеральные каналы, когда пытаются провести какие-то аналогии, сказать, а что вот вы хотите. И которую мы, к сожалению, а может быть, к счастью, видим в той самой загнивающей Европе, о которой тоже часто говорят. Но эта тема все равно привела к разговору не только про Европу, и не только про квартиры, а в целом про благосостояние населения. И если мы сталкиваемся с ситуацией, когда многие семьи оказываются вне возможности обеспечить себя жильем, это действительно уже тревожный звоночек. И это следующая статья после тех, которые у нас говорят про рост бедности, и рост числа людей, которые живут за чертой бедности, это серьезно и это в долгую. Это как минимум не на один день и год. Я думаю, что мы еще не раз будем к этой теме возвращаться. Надеюсь, с позитивными моментами, когда будем фиксировать снижение цен на квартиры или, наоборот, рост зарплат населения. Позитив-то тоже есть что-то, но реальные темпы роста самого строительства недвижимости, они же выросли, это плюс. Ну и, скорее всего, выросла экономика страны. Как сказал Дмитрий Зотов, по крайней мере, это поспособствовало этому, должно было поспособствовать, поэтому не вмешивалось государство. Плохо, что все это снова мы с вами оплатили. Спасибо вам большое за этот прямой эфир, за те звонки и те истории, которые мы сегодня услышали. Это очень ценно. И возможность высказаться у вас, конечно, появится и завтра в том числе. Завтра будет новая тема и новый прямой эфир. Новая Софья Петеркина будет завтра? Новая Софья Петеркина будет в среду. В среду будет. Не пропускайтесь с любыми ведущими. Ваше право высказаться всегда есть в эфире телеканала ТВК.